25 августа на тротуаре возле дома на Пушкино, 26, пожилой водитель не уступил дорогу 9-летнему самокатчику. Подросток, ехавший на механическом самокате, отделался легким испугом. Он получил незначительные повреждения и после осмотра врачом был отпущен домой. В связи с тем, что несовершеннолетние у нас возвращаются к участию в дорожном движении, водителям нужно быть предельно внимательным при приближении к дошкольным и общеобразовательным учебным учреждениям, пешеходным переходам, а также местам большого скопления людей. Всего за прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции выявили 268 административных правонарушений. Пятеро водителей были задержаны в нетрезвом состоянии. Произошло 4 ДТП. 21 раз были нарушены правила тонировки стекол. Один водитель не имел при себе прав. С 26 по 28 августа в Сарове пройдет просветительское мероприятие для снижения количества ДТП с участием гироскутеров и электросамокатов. Следует помнить, что скорость движения не должна превышать 25 км в час, а водителям электросамокатов необходимо спешиться, чтобы пересечь пешеходный переход. С 26 августа по 2 сентября на территории города Саров будет проходить информационно-пропагандистское мероприятие под названием «Скоро в школу». Члены отрядов ЮИС, сотрудники ОГИ и БДТ будут проводить профилактическую работу с водителями и напоминать им о том, что скоро дети у нас возвращаются к учебному процессу. На носу осень, а это значит, что день постепенно становится короче и начинает раньше темнеть. Школьники должны не забывать наносить на свою одежду и рюкзаки световозвращающие элементы. Это может спасти жизнь. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.